Мне нравится иронический человек, и взгляд его иронический из-под век, и черточка эта тоненькая урта, иронии отличительная черта. Мне нравится иронический человек. Он в сущности героический человек. Мне нравится иронический его взгляд на вещи, которые вас, извините, злят. И можно себе представить его в пенсне, листающем послезавтрашний календарь. И можно себе представить его в письме какой-нибудь старинный милсударь. Но зря, если он представится вам шутом. Ирония, она служит ему щитом. И можно себе представить, как этот щит шатается под ударами и трещит. И все-таки сквозь трагический этот век проходит он, иронический человек. И можно себе представить его с мечом, качающимся над слабым его плечом. Но дело не в том, как меч у него остер, а в том, как идет с улыбкою на костер, и как перед этим он произносит. «Да, горячий денек, не правда ли, господа? Когда же свеча последняя догорит, а пламень небес едва еще лиловат?» Смущенно. Я умираю, он говорит. Как будто бы извиняется, виноват. И можно себе представить смиренный лик. И можно себе представить огромный рост. Но он уходит, так же прост и велик, как был за миг перед этим велик и прост. И он уходит, некого, мол, корить, как будто ушел из комнаты покурить. На улицу вышел воздухом подышать и просит не затрудняться, не провожать. Продолжение следует...